Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим об интереснейшем астрономическом бинокле от бренда Levenhuk, а именно о модели Levenhuk Bruno Plus 15 на 70. Поехали! Итак, друзья, прежде чем мы начнем, напомним, что на нашем канале вы найдете огромное количество различных роликов на тематику оптической техники. Среди них обзоры биноклей, монокуляров, телескопов и микроскопов, а также общие информационные видео на тему астрономии и биологии. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Информацию о стоимости данной модели вы всегда можете узнать на нашем сайте observermsk.ru. Также, если вам есть что сказать по тематике сегодняшнего обзора или вы имели опыт использования других астрономических биноклей, обязательно оставляйте комментарии, делитесь информацией и опытом их использования, давайте общаться. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине observermsk. Приобретайте оптику с observer по самым выгодным ценам. Ну а также найдете ссылку на наш инстаграм, переходите, там очень много интересных и информативных постов. Итак, астрономический бинокль Levenhuk Bruno Plus 15х70. Это младшая модель линейки Bruno Plus, в которой, к слову, всего два прибора. Тем не менее, это достойный астрономический прибор с хорошими входными линзами диаметром 70 мм, собирающими большое количество света, достаточное для наблюдения тусклых объектов космоса и неплохим увеличением в 15 крат. Давайте же не будем более тянуть, переместимся к этому биноклю поближе и посмотрим на него поподробнее. Астрономический прибор с мощными объективами диаметром 70 мм, собирающими большое количество света и достаточно сильным увеличением 15 крат. Возможности инструмента позволяют проводить продуктивные наблюдения лунных кратеров, гор и морей, изучать диски Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, созвездия и двойные звезды, а также наиболее яркие объекты дальнего космоса, туманности, галактики и звездные скопления. Кроме того, модель отлично подходит и для работы по наземным объектам. Бинокль поставляется в красочной упаковке, в которой его будет не стыдно преподнести в качестве подарка и комплектуется всеми необходимыми для комфортного пользования аксессуарами. Крышками окуляров и объективов, защищающими внешние линзы от повреждения и загрязнений, чехлом из плотной ткани с наплечным ремнем и застежкой на липучке, салфеткой из микрофибры для протирки оптики и широким мягким ремешком для самого бинокля, продеваемым в ушки на корпусе прибора. Инструмент выполнен по классической оптической схеме с использованием PoraPRISM, для которой характерен излом оптической оси между окулярами и объективами, что несколько увеличивает габариты модели по сравнению с биноклями с более современными призмами типа RUF, и в то же время позволяет добиться большего поля зрения и объемности конечного изображения. Корпус прибора изготовлен из алюминия и обрезинен с внешней стороны для достижения лучшей герметичности и надежного хвата при наблюдении с рук. Кроме того, прибор водозащищен и заполнен разреженным азотом, за счет чего выдерживает работу в дождь, снег и даже непродолжительное погружение в воду, а также не подвержен запотеванию оптики при резком перепаде температур, например, при выносе из теплого помещения на холод. Бинокль имеет центральную систему фокусировки, настройка резкости производится единовременно для левого и правого глаза с помощью барабана, расположенного на центральном мосту. Такое решение наиболее удобно при частном переключении между целями или работе с движущимися объектами. Благодаря 70-мм объективам прибор собирает достаточно большое количество света, эквивалентное линзовому телескопу начального уровня, за счет чего способен показать множество объектов космоса, недоступных невооруженному глазу, а также имеет неплохое разрешение в 4 угловых секунды, позволяющие в деталях видеть изучаемый объект и, в частности, разделять многие двойные звезды. Поле зрения модели составляет 4,4 градуса или 77 метров на тысячу в линейном исчислении. Минимальная дистанция фокусировки составляет 14 метров. На более близко расположенных к наблюдателю объектах настроить резкость не выйдет. Оптические элементы бинокля изготовлены из стекла марки БАК-4 с полным, то есть нанесенным как с внешней, так и с внутренней стороны линз, многослойным просветляющим покрытием, идентифицировать которые можно по цветным переливам на наружных сегментах оптики инструмента. Объективы прибора представляют собой ахроматическую склейку из двух линз. В конструкции окуляров же используется 5 линзовых элементов в трех группах. Такое большое количество составляющих позволяет исправить большую часть искажений картинки, то есть аберраций, что позволяет перейти к наилучшему качеству конечного изображения. Окуляры оснащены поворотно-выдвижными наглазниками, за счет чего биноклем в том числе удобно пользоваться людям, носящим очки. При этом для работы с прибором снимать их не обязательно, достаточно опустить наглазники в нижнее положение. В поднятом же виде они защищают от боковой засветки и обеспечивают дополнительный упор в надбровную дугу, одновременно фиксируя окуляры на наиболее оптимальном расстоянии от глаз, равном выносу выходного зрачка, около 19 мм. На правом окуляре содержится кольцо диоптрийной подстройки, за счет которого инструмент можно тонко отрегулировать под пользователя в случае, если у него различается сила зрения на левом и правом глазу и ее необходимо компенсировать в пределах плюс-минус 4 диоптрий. Межзрачковое расстояние, несмотря на указанные на сайте производителя данные, соответствующие отметкам на окулярном мосту 60-70 мм, фактически же варьируется в гораздо более широком диапазоне, в пределах 54-74 мм, за счет чего инструментом могут пользоваться даже дети и люди с различной посадкой глаз. Стоит отметить, что бинокль имеет параметры, обеспечивающие комфортную работу в совершенно разных условиях и задачах. Выполнен очень качественно, без каких-либо зазоров между частями корпуса или люфтов подвижных элементов, а кроме того модель прекрасно чувствуется в руках и конструктивно эргономично. За счет больших главных линз у прибора весьма внушительные габариты и существенный вес, что вкупе с достаточно мощным увеличением в 15 крат делает его сложным в использовании с рук. Изображение сильно дрожит, что особенно мешает при наблюдении объектов, занимающих небольшой участок поля зрения, например, планет или двойных звезд. Масса моделей, согласно технической информации производителя, равняется 1,3 кг. Однако наша проверка дала существенно отличающийся результат – 1,480 кг. В следствии чего с инструментом строго рекомендуется работать стационарно, с использованием штатива или астрономической монтировки. Для установки на них в конструкции бинокля предусмотрена резьба формата 1,4 дюйма, расположенная под заглушкой в центральной части корпуса, с помощью которой монтируется приобретаемый отдельно адаптер. Что ж, друзья, мы поговорили о параметрах и конструктивных особенностях модели, пора перейти непосредственно к тестированию. Область, за которой мы наблюдаем, располагается в 190 метрах от нас, и благодаря 15-кратному увеличению мы видим ее так же, как при просмотре невооруженным глазом с расстояния 12,5 метров. Стоит отметить, что наш способ съемки камеры через окуляр прибора несколько ухудшает общее качество картинки по сравнению с тем, что можно увидеть при непосредственной работе с биноклем. Изображение отличается прекрасной детализацией, отличной цветопередачей и высокой яркостью. Не может не радовать и внушительный для такой кратности угол обзора. Из недостатков можно отметить разве что небольшое падение резкости у краев поля зрения и небольшую же хроматическую аберрацию в виде ореолов по краям ярко освещенных объектов. А так выглядит область, за которой мы наблюдали с нашей обзорной точки без увеличения. Луна в бинокль выглядит также превосходно. Несмотря на облачную дымку, визуально прекрасно различимы и доступны для детального изучения мелкие и крупные кратеры, а также прочие детали рельефа вдоль линии терминатора на границе света и тени. Так выглядит диск Юпитера и четыре наиболее крупных спутника планеты, открытых еще Галилео Галилеем, Ио, Ганимет, Европа и Калиста. При наблюдении же в бинокле глазами газовый гигант пристает чуть более детализировано. Однако для того, чтобы различить облачные пояса и большое красное пятно, все же потребуется большее увеличение. Что ж, друзья, как мы с вами убедились в ходе сегодняшнего обзора и теста, бинокли Ливенгук Бруно плюс 15 на 70 — это действительно достойные внимания астрономические инструменты, которые позволят вам погрузиться в изучение космоса, наблюдать достаточно тусклые туманности галактики и звездные скопления, вести обзорные наблюдения звездного неба, ну и, конечно же, изучать Луну и наземные объекты. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!